Всем привет! Мы продолжаем наше интервью еженедельное. Вам понравилось, вы все закричали, что да, вам интересны разные темы. И сегодня мы разберём на моём канале тему уверенности в себе, а на канале у Ясны... Тему «Как найти себя», потому что этих вопросов было очень много. Уверенность в себе, что это такое и как её добиться? В первую очередь, почему вообще этот запрос возникает? Почему возникает это ощущение неуверенности? Оно имеет несколько таких причин глобальных, можно сказать, одинаковых для всех. Ну и какие-то, конечно же, акценты могут быть у каждого. И потом тогда вот разберём, что с этим делать, как тренировать эту уверенность наоборот. Вот, первое, то есть почему вообще люди сталкиваются с вот этим чувством, ощущением неуверенности в себе? Первая большая причина, она связана с теми изменениями, которые сейчас происходят, в общем-то, на Земле. То есть и поскольку всё меняется, всё движется, то есть естественное чувство, которое мы начинаем испытывать, это неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в своих силах, неуверенность в том, что, возможно, раньше я что-то делала, у меня получалось, а сейчас я как бы делаю, а может это не получаться, и я не понимаю, куда идти. И вот это… Свои способности. Да, то есть получается вот эти изменения внешние, они глобальные, эти изменения, поверьте, которые происходят, они стимулируют у нас ощущение непонимания происходящего, а соответственно и ощущение неуверенности и в себе, и в своих силах, потому что мы начинаем чувствовать, что изменения, они действительно настолько глобальны, что они больше нас. Мы начинаем себя чувствовать, что я ни на что не могу повлиять, я ничего не могу, я не уверен в том, как я могу вообще с этим, как бы вообще с жизнью, условно говоря, что-то делать. Это неосознанные чаще вещи, то есть люди просто начинают испытывать вот эту вот как бы постоянную неуверенность, постоянный… она как бы приходит из-за того, что идёт постоянный стресс, идёт постоянный страх, и это вызвано действительно теми огромными изменениями, которые происходят на планете. И здесь первый и как бы важный такой вот, ну, наверное, первая важная помощь или совет, как бы в данном случае, это вообще интересоваться тем, что на самом деле происходит, как бы что действительно меняется. И когда вы начинаете вникать, понимать, осознавать, вы начинаете приобретать вот эту уверенность, потому что вы начинаете понимать происходящие процессы, и это начинает как бы давать вам ту самую точку опоры, на которую вы начинаете опираться для того, чтобы начать как бы чувствовать эту уверенность. Потому что в первую очередь неуверенность – это отсутствие вот этой внутренней точки опоры. То есть если её нет, этой точки опоры, значит, не на что опереться, значит, нет этой уверенности, что я вообще куда-то могу двигаться, и что я вообще могу двигаться. А если, например, дети, ну, возьмём воспитательный процесс, если, например, дети уже неуверенные в себе, вырастают неуверенными, тогда что? Ну, как бы понятное дело, что вот это ощущение неуверенности, оно культивировалось внутри нас тоже. Через родителей? Вообще в рамках прошлой, скажем так, системы. То есть вот сейчас вот первый момент мы разобрали, это некий глобальный процесс, да, то есть если мы понимаем, что происходит, мы начинаем как бы точку опоры приобретать. А теперь как бы второй вопрос, почему во многих людях эта неуверенность присутствовала, так или иначе? Потому что сама по себе предыдущая вот как бы система реальности, то есть, условно говоря, эта система, как мы проявляли себя в мире, как мы выражали себя, свои таланты, свою энергию. Вот эта предыдущая система, в которой мы очень там долго находились, много как бы жизни в ней прожили, она была, суть её, то есть как бы матрица, которая лежала в её основе, она была направлена на, ну как бы на то, чтобы мы могли выражать только какую-то часть нас. Ну как бы у неё такие были правила игры, такие вот, как бы такие основы, которые были заложены. Мы не могли выражать всю свою силу, мы не могли выражать всю свою уверенность, мы могли выражать только какую-то часть себя, и соответственно, то есть вот эти фрагментики познавать по частям. Это не давало нам возможности проявлять эту уверенность. Это как бы условия такие были. А для того, чтобы эти условия осуществились в конкретной жизни конкретного человека, это всё форматировалось через, как правило, родовые какие-то устои, семейные устои, социальные устои. То есть, посмотри, на самом деле, это частая ситуация, когда если родители были не уверены в себе, потому что они не могли выражать весь свой потенциал, они, естественным образом, прививали своим детям эту неуверенность в себе. Через то, что будь как все, ну, как бы это вообще была система Советского Союза, как бы не выделяйся, то есть не проявляй себя. А это, естественным образом, давало этот паттерн, эту программу уже ребёнку. Ты не можешь проявить свой потенциал. То есть ты не можешь, как бы, идти вперёд уверенно. То есть ты можешь только кусочек какой-то проявлять, и всё только вот в этой части себя выражать. Это же поддерживали и социальные системы, там, в школах, в обществе. То есть, ну, надо понять одну вещь, вот, как бы, важную. То есть я об этом, ну, говорю, в принципе, во всех своих программах, о том, что на самом деле, почему эти все, как бы, такие программы были. Просто такова была, ну, такова была суть того опыта, который мы познавали. То есть, и именно поэтому мы, чтобы познать его, то есть были инструменты, вот, как бы, родовые, семейные, коллективные программы. Это всё вот инструменты, через которые мы получали этот опыт. Как жить из неуверенности в себе, например. Вот мы получали такой опыт. Но, как бы, хорошая как раз новость, она заключается в том, что сейчас как раз те изменения, которые происходят на Земле и в космосе, они как раз про то, чтобы, наоборот, познать себя, пойти вглубь себя, получить доступ внутри себя ко всей своей силе, ко всем своим возможностям и начать действительно выражать себя. Как это сделать? Как это сделать? Знает ясно. На самом деле, как бы, знаний об этом много. Но вот я порекомендую инструмент, который я, например, использую. Так как мы договорились, что в этих видео мы разбираем тему, как бы, с глобальной точки зрения, там, смотрим на неё как-то вот локально в применении к практической жизни каждого человека и делимся каким-нибудь инструментом, который здесь и сейчас поможет вообще сделать первые шаги. А вообще инструментов очень много. Да. Да, и поэтому... Мы проходим на ретрит. Да, да, потому что на самом деле зачем нужны... Почему мы вообще делаем ретриты, вот, поскольку ты упомянула об этом? Потому что как раз, когда мы перемещаемся географически в какое-то место, особенно если это место силы, и как бы в определённые точки, такие, года, когда вот энергия больше всего проявлена, мы тогда используем вот эту формулу время-место обстоятельства. То есть мы тогда можем максимально открепиться от старых программ и загрузить в себя вообще новые возможности. Вот что мы делаем, по сути, на ретритах. И да, конечно, мы как бы разбираем, вот, как навигацию, что было, что стало, в основном говоря, чем сердце успокоится, да, как вы там университете. То есть мы разбираем навигацию, что на что меняется, какая, как бы какие, что с собой представляют эти изменения на Земле. Вот, и таким образом мы освобождаемся от старых этих программ, и мы начинаем через определённые навыки, инструменты, которые мы применяем на уровне нашего сознания, на уровне нашего тела, через эти инструменты мы начинаем помогать самим себе проживать легче эти изменения и получать доступ к тем нашим новым возможностям, новым качествам, которые, вот, как бы человек, условно говоря, новый, нового формата, назовём так, да, человек нового формата. Не принимает себя. Да, да, может. Потому что многие не принимают себя, из-за этого и уверенности. Конечно, но тут получается же, вот, как бы, непринятие себя, непризнание себя, там, как бы, недостаточное проявление себя, это всё вот были, как бы, предыдущие форматы нашего самовыражения. Вот мы такой опыт познавали. И сейчас мы можем познать другой опыт. Правила поменялись, нам важно знать эти правила, и надо, как бы, а тело и сознание, то оно помнит, что оно долго вот в этом ограниченном опыте существовало. И поэтому нам и нужны практики. Они позволяют нам сбросить старые, как бы, старую память, освободить внутреннее пространство и начать исследовать те возможности, которые, на самом деле, всегда с нами были. Вот. Теперь я бы это ещё более уверена. Да. Так вот, смотрите, практический инструмент, да, о котором мы говорили. Это такая простейшая медитация. Она называется «Меня достаточно». Она тоже есть у меня на канале. И мы её дадим вот нашим зрителям. А я не знаю. Это, Аня, как ты проходишь перемены за 21 день. Как ты можешь. Да, на самом деле. Да, это, как бы, практика, которую мы используем в наших платных программах. Но так как мы договорились, если нам важно делиться с вами и знаниями, и практиками, и нам важно получать от вас обратную связь, то я с удовольствием, как бы, в каждом видео даю какую-то одну практику для вас, наши зрители. Конечно, мы хотим обратную связь, чтобы понимать, что вам это нужно, то, что мы делаем, вам это интересно и вам это помогает, поэтому пишите. Да, так вот медитация. Она называется «Меня достаточно». Это, ну, скажем, медитация-настройка, потому что я в основном использую инструменты, как настройки, которые немного времени занимают, там, 10-15 минут на самом деле, но через музыку, через определенную, через определенные аффирмации дают нам возможность настраиваться на это состояние, и таким образом эта настройка дает нам доступ к этим возможностям. Так вот, медитация «Меня достаточно» — она про то, что на самом деле сейчас нам надо эту точку опоры приобрести внутри себя, понять, что на самом деле нас и нашего существования достаточно для того, чтобы проявлять свою силу, проявлять уверенность в себе, проявлять свою энергию, выражать себя полностью. Нас достаточно. Для этого нам не нужны никакие внешние обстоятельства. Да, окружающие нам не нужны, и их признание нам тоже не надо. В первую очередь нам нужно признавать себя, потому что всё начинается с себя. Об этом именно та вот новая реальность, которая разворачивается, про то, что мы наконец начинаем перемещать свой фокус внимания извне на внутрь, на себя, и начинаем получать доступ к своим возможностям, к своей мудрости, к своим ресурсам, к своей силе. И уже отсюда уверенность в себе просто начинает естественным образом возникать. Потому что, когда мы получаем эту точку опоры, когда мы принимаем глубоко внутри себя, что всё, просто одного нашего существования достаточно, чтобы просто быть, для того, чтобы себя выражать, мы начинаем признавать себя, признавать возможности свои, и тогда к нам естественным образом приходит уверенность в своих силах. Потому что мы стоим на вот этой твёрдой почве, вот своей собственной самодостаточности. И это рождает не просто уверенность, это рождает вообще желание выражать себя, это выражает уверенное движение вперёд. Поэтому медитации у меня достаточно. 10 минут, которые вы уделите этой медитации в день, и сделаете её хотя бы на протяжении 7 дней, а вообще это лучше 21 дня, в корне поменяют вашу жизнь. И те, кто решится так сделать, ждём ваших комментариев. И да, могу сказать, как работают такие настройки. Они работают так, что сначала вы, если вы начинаете слышать просто какие-то разрозненные слова, которые вам могут быть вообще непонятны, ну какие-то слова как-то звучат, с каждым разом ваше сознание начинает проникать в смысл этих слов. И с каждым разом вы начинаете глубоко внутри себя, начинаете отвечать, резонировать со смыслом этих слов. И спустя хоть 7 раз вы начнёте уже понимать глубже смысл этой медитации, и вы начнёте ощущать это физически. Это для тех, кто, ну скажем, никогда с такими вещами не сталкивался. Ну а для тех, кто более чувствительным, у кого есть уже открытые, скажем, контакт с собой более открыт, да, то есть вы можете сразу ощутить эффект от неё, потому что она позволяет поставить ваш центр на место, получить эту точку опоры, и из этой точки опоры начать смотреть вовне. Вот. Это потрясающая медитация. Я её очень люблю и с удовольствием её рекомендую. Вот Ясна и рассказала, что такое уверенность в себе, так что применяйте все инструменты, которые она дала. А на канале у Ясны очень интересная тема, которую мы сейчас разберём тоже, и мы поговорим с вами о том, как найти себя. Так что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте практики, делайте медитацию, пишите ваши отзывы, чтобы мы с вами понимали, что то, что мы делаем, вам нужно и откликается в нашей рубрике «Блиц-интервью» и «Вопрос-ответ», которые мы теперь делаем еженедельно для вас. Пока-пока. Пока.